Здравствуйте, приветствую вас на канале про цветов. С вами Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим о корнеплодах, которые чаще всего выращиваются в наших огородах, с которыми всегда получается время хранения, то есть сохранить эти корнеплоды до весны. Ну, как бы очень многие хранят корнеплоды в свежем виде. Хочется, чтобы оно было свежее. Но я думаю, что многие из вас не пробовали ни сушеную морковку, ни сушеную свеклу. Если попробовать хоть раз эти продукты уже переработки из корнеплодов, они вам очень понравятся. А сушеная морковка и свекла легко приобретают первоначальный вид, вкус это самое, если поразмакают в воде. И поверьте, качество блюд получается не хуже, чем из свежих продуктов. К тому же для сушки можно использовать те корнеплоды, которые то больные, вот где-то уродливые, маленькие, которые не долежат до весны, не то, что не долежат, а их можно смело очень использовать на какую переработку, как сушка. Ну, кто-то, конечно, маринует. Это следующий способ сохранения корнеплодов. Можно замариновать. Рецепт можно найти море на эти корнеплоды в интернете и в любых книгах. Но если вы захотели сохранить корнеплоды в свежем виде, тут необходимо учесть некоторые нюансы. Ну, во-первых, мы рассказываем о том, что подходит для условий Белоруссии. Ваши климатические условия могут отличаться, поэтому необходимые наши рекомендации будут вносить какие-то определенные поправки. Это одно. Далее, если вы храните корнеплоды в подвале, подвалы тоже отличаются. Есть подвалы теплые и подвалы холодные. Поэтому сама технология хранения будет немного отличаться. Ну, начнем сразу с общих правил хранения корнеплодов, а потом разберем в эти частности теплые, холодные подвалы, как сохранить свежесть наших продуктов, чтобы они были как только вчера заложены. Ну, самый простой способ, конечно, если вы собрали приличный урожай, и вам надо больше, все-таки навес, надо больше этих овощей. Вот. А портфа оттавят, как у нас в Белоруссии, уже в начале апреля. Значит, корнеплоды можно сохранить просто на градке. Для этого достаточно выкопать траншейку. Ну, траншея делается так, чтобы над вашими корнеплодами было земли в один штык. Штык лопаты, то есть, чтобы 28-30 сантиметров был слой земли. Просто накопаем траншейку, туда закладываем наши корнеплоды. Ну, перед тем, что здесь корнеплоды, мы их, конечно, подготавливаем. У моркови отрезаем ботву. Вот. И если есть мелкие белые такие корешочки, мы их удаляем. Штык тоже также отрезается ботва, все корешочки, которые мелкие, и центральный корень. Вот в таком виде они будут закладываться на хранение. И вот просто-напросто в траншейке мы будем, значит, морковку... Мы постараемся... Лучше будет храниться, если нам это поставлено. То есть, будет в горизонтальном положении. Поставили, составили, составили. Сверху обязательно что необходимо сделать для зашиты от мышей? Положить или лапник, а нет лапника, я знаю, что у вас, возле вашего участка обязательно растет горькая полынь. Вот. Нету лапника, ложим. Просто-напросто застилаем полынь. Уже мыши и крысы туда не полезут грызть вашу морковку. Запах полыни будет их отпругивать. Ну, нужно также выкладываем. И после этого положили слой полыни или лапника, и засыпали землей. И поставили колышек для того, чтобы весной знать, где откапывать. Весной доста ваши корнеплоды, вы увидите, что они будут как свежие. Ну, кто-то, конечно, боится так рисковать, это самое. А напрасно, хотя способ очень хороший, забирают с собой. Так вот, опять же, для того, чтобы забрать в подвал, и корнеплоды хорошо хранились, учитываем следующие нюансы. Значит, морковка очень боится пересушки. Поэтому достали, ее как бы обработали, и старайтесь, чтобы она на солнце не лежала. Потому что, если она будет лежать на солнце, она в дальнейшем будет подведать. Поэтому сразу убираем ее в тень. Ну, свекла может полежать на солнце два-три часа, свекли не так вредно, как морковки. Привезли. Ну, в подвале в чем храним? Ну, чаще всего у нас мест не очень много, засеков таких нету. Значит, у нас и объемы-то не такие большие. Поэтому мы можем использовать ведра, можем использовать любые мешки. Ну, вот такой нюанс. Замечу, что если у вас подвал холодный, значит, у вас мешок может быть вот такой самый обычный полипропиленовый мешок. Такой вот мешок, я думаю, в каждом хозяйстве найдется, его просто-напросто ложим в морковку, засыпаем, засыпаем свеклу, завязываем, и потом отвязываем, берем только надо и опять завязываем. В таком холодном подвале это будет прекрасно-прекрасно храниться. Вот, если у вас подвал теплый, значит, это уже не совсем, не совсем подойдет технология. Почему не подойдет? Потому что ваши корнеплоды будут высыхать. Для того, чтобы корнеплоды не высыхали, есть несколько способов. Самый способ первый. Полиэтиленовый мешок. Полиэтиленовый мешок. В этом мешке мы набиваем дырок. Ну, дырки набиваем где-то через 15 сантиметров, сантиметров друг от друга, набиваем дырок чем угодно, ножом, вот, хоть каким-то приспособлением, это принципиально и так важно. Вот такой мешок, например, закладываем в наши корнеплоды и корнеплоды обязательно завязываем. Вверх мешка завязываем. Завязали верх мешка, наши корнеплоды будут храниться гораздо лучше. Вот. Можно также, если у вас, как бы, тоже места маловато, есть ведро, можно использовать ведро, неважно, пластмассовое, вот ведро, такое железное ведро, можно использовать. Но в этих корнеплодах для того, чтобы положить уже в ведро, тут уже необходимы определенные моменты. Просто насыпать в ведро, это будет не совсем правильно, потому что ваши корнеплоды будут подсыхать в ведре. Для этого нам помогут такие материалы, как опилки. У нас укладываем опилки, потом с той корнеплодом. Опять опилки, слой корнеплодов. И потом так, чтобы в ведро засыпаем опилками. Значит, опилки не будут уже, как бы, давать вашим корнеплодам высыхать. Если ваш подвал очень уже такой влажный, значит, опилки определенно просушим. Или опилки засыпаем сухими опилками, чередуем. Подойдет мох. Подойдет мох, конечно, вот. Ну, нету мха. Если вы живете в членоземной зоне, значит, у вас есть песок. Значит, используем песок. Ну, как бы я, причем, сильно песок не рекламирую, потому что песок тяжеловатый. Мастерал тяжеловатый, значит, его опустить в подвал, потом достать с подвала. Ведь он используется один раз. Больше использовать нежелательно, потому что им накапливаются болезни. Вот. Поэтому я песок, как бы, меньше. Но нет, значит, будем засыпать, чередовать слои с песком. Чередуем слои с песком. И ваши, посмотрите, что ваши овощи будут лежать прекрасно. Сняли слой, который так закрывал, достали рад корнеплодов. Сняли слой опять. Посмотрите, ваши корнеплоды будут лежать как свежие, как только вчера убранные. Способ очень-очень простой. Так что смотрите, что вам подходит. Вот. Какие ваши условия, я думаю, уже начали определяться. То ли хранить на улице в траншейке, как я рассказал, то ли хранить в мешках полипропиленовых, полиэтиленовых, то ли в ведрах или каких-то подобных им костях. Ну и, соответственно, используя разные наполнители. Вот. Сделайте, выбирайте себе способ. И весной вы будете кушать свеженькую ворковку, свеженькую свеклу, как будто только что из градки. Желаю вам здоровья и приятного аппетита.